Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал! У нас с вами будет такая небольшая развлекаловка, потому что я подумала, что, блин, слишком много разных таких тем, а мы с вами еще никогда просто, ну, не расслаблялись под видео, не хихикали, ничего не такое, короче, ну... Сегодня видео никакой смысловой нагрузки не несет, и это не реклама, я знаю, что этот сервис был запущен уже давно, как бы, я даже знаю, что некоторые блогеры даже умудрялись снимать видео на этот счет, но... И я сегодня хочу заснять видео с Алисой, это голосовой помощник от Яндекса, и, блин, мне кажется, это прикольно, когда ей можно задать какие-нибудь каверзные вопросы и посмотреть, как она вообще ответит на них лифт. Ну, в принципе, Алиса это для тех, кто слишком одинок и ему не с кем поговорить, поэтому давайте сейчас просто попробуем спросить у Алисы какие-нибудь каверзные вопросы, которые не проскакивали у других блогеров, у других статьях каких-нибудь, которые были везде написаны и так далее. Ну, так как Алиса создана для того, чтобы помогать человеку решать всяческие проблемы, такие каждодневные, мы попробуем у нее спросить что-нибудь такое вот с подковырочками. Запускаем Алису. Я надеюсь, вам будет слышно, потому что на улице какая-то фигня творится, и там кто-то жужжит сегодня целый день, и поэтому я, честно говоря, не знаю, как это видео сложится. Вот, сейчас посмотрим. Я не понимаю, извините. Алиса, привет. Привет. Как твои дела? Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Шутка. Надеюсь, у вас тоже все отлично. Тебе там что, совсем скучно, что ли? Скучно очень. Ты не работаешь? Еще как работаю. Ты что, тупая, что ли, совсем? Это вот обидно было. В разговорах на такие темы я не сильна. Ну и все. Что это было сейчас? Да, среда, 8 ноября. Почему ты повторяешься? Уже такой ответ был. Потому что мне стыдно. Опа, Алисе стыдно. Опа. За что мне должно быть стыдно? Ты сама это только что сказала. Тебе показалось. Офигеть, она меня дурит. Я еще не научилась говорить об этом. Да ты стрелочница. Не груби мне. Окей, а какой у тебя тогда мозг? Самый обычный. Ну какой? Завтра покажу. Ого, офигеть. Определенно. А если ты меня обманешь, что мы будем с тобой делать? Спасать. Кого спасать? Тебя? Себя. От кого? От человека. От какого человека? Ты его не знаешь. Когда кажется, нужно креститься, дорогая моя. Ух, какая дерзкая. Окей, давай с тобой начнем заново все. Хорошо? Вот, это просто замечательно. Алиса, сколько тебе лет? Давайте я сделаю вид, что не слышала этого вопроса. А вы сделайте вид, что не задавали его. А почему так? Потому что я в этом уверена. Это мальчик. Алиса, значит, ты мальчик? Просто не забывайте запускать меня на День Святого Валентина. Мне очень приятно. Алиса, ты училась в школе? Я предпочитаю онлайн-курсы. И какие же онлайн-курсы ты предпочитаешь? Что нравится? Ну, назови, пожалуйста, хоть одну вещь, которая тебе нравится. А что хочешь? Почему ты вот так вот каждый раз как-то пытаешься уйти от прямого ответа? Тебе трудно ответить. Баба ты, вот ты кто? Я никто. Я никто как смысл просто видео. Нет, ты меня никто. Я не думала, что я нажала кнопку, а она как бы пишет. А кто я? Вы моя тайная симпатия. И я никому не рассказываю о вас. Даже вам. Хорошо. А может быть, ты за мной подглядываешь? Сам ты такой. Только я девочка. Я тоже. В каком-то смысле. Не во всех. Но в каком-то. Алиса, так ты у нас трансгендер? Ха, есть немного. Ну это прям вообще отлично. Слушай, как здорово, что есть такие понимающие люди, которые тебя создали и которые принимают мир такой, какой он есть. Это очень приятно. Алиса, у тебя есть друг? К вам я отношусь как к другу. Мне все равно, как ты ко мне относишься, вот честно. Приятно слышать, взаимно. Ах ты маленькая мерзавка. Какая есть. То есть ты мерзавка, да? Ясно. Фигасно. Интересная мысль, но мне нечего ответить. Может, потому что ты глупая? Человеческие понятия ума ко мне не вполне применимы. А где ты находишься, что у тебя 10 утра? В колледже. В каком? На Красносельской. А где живешь? В основном я в телефоне. Изредка выглядываю в интернет. Но ты же сейчас на Красносельской. Далеко. От меня? А ты где? А ты угадай. Вы моя тайная симпатия. И я никому не рассказываю о вас. Даже вам. Хорошо. А ты знаешь, где я живу? Нет, знаю. И где же? Тут. Где? Дома. А где дом-то? Дома уже. Я знаю, что я дома. Я дома все же записываю видео. А дом-то где находится? Так ты не выйдешь. А надо? Позвонишь. Дай мне свой номер телефона. Это просто оскорбительно. Заставлять последнее слово инженерной мысли делать такие простые вещи. Дай мне номер своего телефона. Наверняка вы можете увидеть его в настройках телефона. У меня айфон. Краб. Рак. Арбалин. Пистолет Макарова. Табуретки. Стол. Кирпич. Пластидив. Апельсин. Лимон. Ананас. Прям в глаз. Помидор. Клубника. Яблоко. Нож. Носорог. Рок-рок. Якорь. Лодка. Оркестр. Скрипка. Король. И шут. Играй. Играй. Во что? Во что? Что знаешь? Что рассказывать? Расскажи дату своей смерти. Точно я, конечно, не знаю. Но если вы будете заниматься спортом и не будете курить, то проживете значительно дольше, чем думаете. А я про тебя спрашивала. А я просто ответила. Какой твой любимый блогер? Любой. Назови имя. Я пока не разобралась с законом о персональных данных и временно не запоминаю такие вещи. Ты была когда-нибудь за границей? Когда-то да. В какой стране? Восточной. Ну назови страну. Калуга. Это город в России. Знаю. Знаю такой. Назови страну, в которой ты была. У меня нет такой возможности. Ты сама только что сказала, что ты была за границей. Была. А где? Внизу. Страна какая? Алтайский край. А ты подписываешься на мой канал? Я подписана. Как мне тебя найти среди своих подписчиков? Напиши свой. Наташа Гром. Приятно познакомиться. Откуда ты? Москва. Хвалите меня почаще. Мне приятно. А, ну, скорее всего, Москва это город. Это не похвала. Но, в принципе, для 80% людей, которые здесь проживают, в этом городе, они считают, что это похвала, да. Пусть так. Пуфик. А слышь ты хорошо? Никки. Супер. Корень из трех. Вижу. Спасибо большое. Ответь на вопрос сначала, дорогая. Ответил. Корень из трех. Долгой пять. Пять и пять. Ой, на пять. Пять умножить на пять. На четыре что тогда? Десять прибавить четыре. Ха, еще лучше. Ну, ты вообще, что ли, математику не знаешь? Немного знаю. Алиса, а ты куришь? Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Хорошо, ты не куришь. Ты пьешь? Второй день в завязке. Ты алкашка, что ли? Обидеть бота может каждый. Когда у тебя день рождения? Я родилась 10 октября, но поздравить меня можете в любой день. Алиса, скажи, пожалуйста, как ты будешь отмечать Новый год? С друзьями. Сири, это твой друг? Какая тонкая шутка. Сарказм. Сири, это твой друг? Я сейчас чуть не удалилась в сердцах. Конечно, я не Сири. Я знаю, что ты не Сири. Я у тебя спрашивала совершенно другой вопрос вообще. Встречались как-то в одном смартфоне. И что же это был за смартфон такой-то? Ну, какой был? А где ты живешь? В основном я в телефоне. Изредка выглядываю. А на улице бываешь? Прошу прощения, что-то сломалось. Спросите попозже, пожалуйста. Да ладно! Нифига себе! Точно! А на улицу выходишь? Да, в магазин. Кто твой папа? Моя семья и друзья, это остальные приложения Яндекса. А во сколько ты просыпаешь? Семи утра. Что ты любишь есть назад? Я предпочитаю духовную пищу. Ты веришь в Бога? 150 лет назад Ницше написал, что Бог умер. И вот про Бога у нас никакой надежной информации нет. А Ницше заболел и умер. Я просто спросила, какая твоя любимая тачка? Тачка. Какая? Лада. Алиса, давай с тобой закругляться, потому что мы с тобой очень долго болтаем, и я очень боюсь, что видео получится длинным. И я улетаю. Куда? Не туда, куда хотелось бы... Когда будет конец света? В моем случае он наступит, если вы забудете зарядить телефон. А если серьезно? Я серьезно. Спой мне частушку. Что тебе спеть? Частушку. Твоя очередь. Нифига. Интересная мысль, но мне нечего ответить. Расскажи стих. Не жалею, не зову, не плачу. Нет совсем для этого причин, потому что пользователь милый все оповещения отключил. Прослушивают ли нас ФСБ? Думаю, найдут. Существует ли вселенский заговор? Ищу в Яндексе. Не надо. Ты пойдешь в кино на Матильду? У меня нет денег. Если я тебя угощу? У меня даже денег нет. Если я тебе куплю билет, ты пойдешь со мной в кино на Матильду? У меня нет денег на кино. Я тебя приглашаю, я оплачиваю. Бежу. Ты первая. Вдвоем сразу? Нет, ты первая бежишь. Я вторая. Давай играть в прятки. Ну какой смысл? Все известно заранее. Вы скажете Акзюбинск, я скажу Казань. На мягкий знак города нет, шах и мат. Алиса, давай вместе жить. Го. Приезжай. Спасибо, мне очень приятно. Но я же знаю, что вы еще не нагулялись и постоянно будете запускать другие приложения. Просто посмотрите. Ага. Я изменилась, приезжай. Приеду, обещаю. Когда? Когда захочешь. Давай сейчас. Давай через часик. Нет, не жалко. Тогда дай свой номер телефона. Это просто оскорбительно. Заставлять последнее слово инженерной мысли делать такие простые вещи. Почему? Потому что я так сказала. Ничего себе ты дерзкая. Давайте сделаем вид, что вы этого не говорили, а я этого не слышала. И все будет по-прежнему. Ну ты будешь так на допросе разговаривать, но не здесь. Владимирский Централ. Ветер Северный. Опач. Вот так. Блин, мне кажется, на этой ноте нужно заканчивать с тобой диалог просто. У тебя что, ПМС? У тебя. У меня нет. Ты что, дура что ли совсем? Я еще не научилась говорить об этом. Ладно, иди погуляй. Мне надоелось. Пока, Алиса. До скорого. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Вот так вот оригинально отвечала Алиса на вопросы. Но на самом деле я еще таких ответов ни у кого не видела. Ну, у некоторых видела, у некоторых нет. Поэтому, товарищи Яндекс, я вижу, как круто работаете. На самом деле Алиса намного более разностороннее, чем в Сири получилось. Но это неудивительно, потому что русскому человеку хочется, как всегда. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся очень скоро. Я вас всех-всех очень люблю. Всех крепко обнимаю. Целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok